Есть немало персонажей в серии Fallout, чья жизнь вызывает сопереживание и даже легкую грусть. Мир постапокалипсиса очень жесток, и несмотря на то, что в последних играх серии нам пытаются донести мысль, что все не так уж и плохо, стреляй себе да жарь зефирки на костре. Все-таки глубоко внутри Fallout рассказывает о том, почему нельзя допустить всего того, что допустили жители планеты Земля в игровом альтернативном мире. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о Рауле. История этого парня как ничья другая, пропитана печалью, болью и местью. Рауль это, пожалуй, мой любимый персонаж из всех, кто будет сопровождать курьера в приключениях по махамским пустошам. У него не только одна из самых проработанных историй, но к тому же он чертовски хорош собой, не находите? В общем, не забывайте ставить ваши ядер лайки и подписываться на канал. Приятного просмотра! Рауль родом из Мексики. В 2047 году он родился на ранчо Идальго, что неподалеку от Мехико. Здесь выросли три поколения его семьи. В доме всегда было полно народу. С самого детства Рауль отлично показал себя в механике. Он хорошо орудовал инструментами и мог починить буквально все, к чему прикасался. Кроме того, конечно, ему хорошо давалось и огнестрельное оружие. Были, правда, у Рауля и проблемы с законом, но ничего серьезного он не совершал. В 2077 году, когда произошла ядерная война, ранчо семьи Рауля уцелело. Парень наблюдал, как в небе взрывались ядерные ракеты, сбиваемые мистером Хаосом из Лаки-38. Из-за информационной блокировки семья Рауля не знала о том, что Мехико уничтожен, а потому помогали, чем могли беженцам. В какой-то момент осознав, что еда на ранчо заканчивается, а беженцев все больше и больше, отец с братьями Рауля попытались объяснить это пришедшим людям. Но в итоге все обернулось небольшой потасовкой и при помощи оружия хозяева выгнали прочь всех, кто пытался найти помощь у зажиточной семьи. Следующей ночью, когда вся семья уснула, пара десятков мужиков подожгли ранчо и заблокировали двери. В эту ночь погибла вся семья Рауля, кроме него самого и его сестры Рафаэллы. Получив серьезные ожоги, он таки смог выбраться из запертого дома и даже смог унести ноги от разъяренной толпы. В погоне он смог перестрелять всех, кто за ним гнался. Все, что осталось у парня, сестра, и он решил посвятить жизнь заботе о ней. За голову Рауля назначена награда. Бывшие беженцы не смогли просто так отпустить сбежавших, тем более они пострелили немало друзей первых. Рафаэлла этим фактом очень напугана, однако Рауль смог успокоить сестру тем, что вот-вот они дойдут до Мехико и там-то все наладится. Но придя в город, оказалось, что он разрушен до основания, а вокруг лишь радиоактивные развалины, наполненные бандитами. В поисках еды и лекарств Рауль осматривал руины несколько месяцев. Под воздействием радиации он начал постепенно превращаться в гуля. В одном из заброшенных магазинов он нашел костюм Вакеро, это что-то вроде испанских ковбоев. Он нарядился в него, чтобы хоть немного поднять настроение сестры, но так вошел в образ, что решил сам стать героем и отстреливать всех негодяев, которых только повстречает. Спустя время, когда более или менее жизнь брата и сестры наладились, случилось неизбежное. У Рауля появились сначала симптомы, а затем и настоящий приступ лучевой болезни. Рафаэле пришлось отправиться на поиск еды и лекарств самой. Как назло, она сразу же наткнулась на банду рейдеров. Рауль не рассказывает подробности, однако мы точно знаем, что убили ее самым жестоким образом. Тело было сложно опознать, но Рауль узнал сестру по шраму на колени. Так он остался совсем один, последний из своего рода. Рауль собрал все вещи, какие у него были, пересчитал патроны, а затем вышел на след банды. Месть его была жестокой и неумолимой. Когда последний бандит пал от патронов Рауля, он обобрал мертвецов и навсегда покинул Мехико. Бесцельно путешествуя по стране, Рауль добрался аж до Аризоны. В своих путешествиях он осознал, что быть героем и стрелять злодеев – дело, конечно, благородное, однако нужно быть более полезным в текущем положении дел. Размышляя на эту тему, он вспомнил, что неплохо владеет навыками механика и, зайдя однажды на нефтеперерабатывающий завод, он нашел там комбинезон рабочего. На бирке костюма было написано «Мигель», и Рауль решил сменить имя, чтобы полностью с нуля начать новую жизнь. Пару месяцев спустя Рауль поселился в городе Туссон, где зарабатывал на жизнь, ремонтируя все, за что заплатит. Так он прожил аж 75 лет, в тишине и покое, размышляя лишь о прошлом и о тех ошибках, которые он совершил за эти годы. Как вдруг он познакомился с Клодией. Девушка работала в одном из борделей города. Она помнила старому Гулю давно погибшую сестру, и Рауль влюбился без памяти. Зная, что сейчас он выглядит очень непрезентабельно, Рауль старался держаться от девушки подальше, но при этом все равно заботился о ней, пускай и тайно. Но вновь случилось нехорошее. В город однажды заявилась банда. Они просили припасы и патроны. Рауль, думая, что после этого они сразу уйдут и оставят в покое местных жителей, выдал бандитам патроны, но им этого оказалось мало. Они заявились в бордель, и по какой-то причине там началась перестрелка. Бандиты убили немало людей в тот вечер, а Клодию увезли с собой. Рауль шел по следу банды три дня, но было поздно. Клодия оказалась мертва. Рауль, как и раньше, отомстил за мертвую девушку, которую любил. Но пусть он и убил всех мерзавцев, сам тоже оказался тяжело ранен. Спустя время, придя в себя, Рауль дотащился до Тусона, собрал все свои вещи и отправился в Мохаве, надеясь, что больше ничего трагичного в его жизни не произойдет. Рауль поселился на востоке Мохаве. У него была своя хижина и даже домашний бромин. Он вел довольно тихую и спокойную жизнь и очень любил слушать радио горы Блэк. Но однажды радиоприемник перестал вещать эту волну. Рауль, подумав, что его способности механикам могут помочь, решил отправиться на гору, чтобы починить передатчик. Но, как оказалось, на вершине горы обосновалась община супермутантов, которыми руководила Табита. Супермутанты ушли из Джейкобстауна, поставив под сомнение лидерские качества Маркуса. Табита поняла, что механик очень хорош в своих навыках, а потому, когда он починил приемник, решила оставить Гуля у себя навсегда. Рауль стал настоящим пленником Табиты и выполнял для нее различные ремонтные работы. Чинил терминалы, оружие мутантов и прочие полезные и не очень предметы. Одной из самых тяжелых работ у Гуля стала починка робота из серии «Мистер Помощник». К сожалению, Гулю не хватало научных знаний, ведь робот просто был в режиме сна, но Рауль не смог до этого додуматься. Так Рауль и провел большее количество времени, пока его не спас из плена курьер. Если бы не последний, так Гуль и остался бы сидеть в четырех стенах, ремонтируя тостеры и детские машинки, которые порой так нравятся супермутантам. Рауль в основном предстает перед игроком как совсем ни на что не годный старик. Он сам постоянно говорит о своей беспомощности, жалуется на самочувствие и больные кости. Курьер для Рауля это авторитет, но при этом также образец того, кем Рауль хотел бы быть, если бы не возраст и здоровье. Прототипом Рауля, к слову, может служить Вик, торговец из Fallout 2. Он также был ремонтным работником, попал в какой-то момент в рабство. Вик был тоже в годах и обращался к избранному как к своему боссу. Разве что Вик не был гулем, но в целом очень похоже. Как я уже говорил ранее, Рауль лично для меня один из самых интересных персонажей Нью-Вегаса, если выбирать из напарников. Очень густая атмосфера окружает его историю, ну и конечно же голос и харизму персонажу подарил прекрасный актер Дэнни Трэха. Ну, как такого персонажа не полюбить? Если вам понравилось это видео и вы и дальше хотите видеть лор мира Fallout на канале, то обязательно ставьте под роликом свои ядер лайки и оставляйте комментарии в поддержку. Кроме того, разумеется, подписывайтесь на канал и дергайте колокольчик. Впереди еще очень и очень много интересного. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова